У меня такой вопрос. Я уже перед вещественной семинаре была, и также бы мне помогли своим ответом. Но у меня такой вопрос. У меня близкий родственник, да, когда я хочу сейчас поговорить вам. Я стараюсь ему помочь. Как его зовут? И вот он. Для себя я считаю, что у нас родители умерли. Сестра, у меня твоя семья. Ответ такой. Вы должны понять, что если человек не хочет жить, то никто его не заставит жить. Он не хочет жить. Он страдает не алкоголизмом. Он страдает от того, что он потерял смысл жизни. Вот от чего он страдает. Понимаете? У меня страх. Такое лечится только святыми местами с сильным душевным потрясением. Если вы сможете его отправить куда-то в святое место, или куда-то сходить с ним, куда-то в такое место, где бы его всколыхнуло. Ну то есть только Бог может этому человеку помочь. Он, какое-то событие в жизни его произошло, и он разочаровался в жизни, в самой жизни. Ну вот здесь он убил его в какой-нибудь химии. Да. Вспоминает, вспоминает. Да. Ну то есть что-то произошло в его жизни с детства, что он потерял смысл жизни, и он убивает себя просто. Убивает свое существование с помощью спиртного. Есть разные способы самоубийства. Это тоже такой метод. Он не хочет насильно избавить себя от жизни. Как бы самоубийство не хочется решить, но и жить не хочет. Поэтому он просто пьет, чтобы забыться. Он, ну как бы, пытается забыться просто. То есть вы Богу через меня говорите это, да? Что вот я не хочу терять вот этого человека. Бог услышал вас через меня. Все нормально. Теперь вы услышите ответ. Если вы не хотите кого-то терять, тогда сделайте так, чтобы этот человек соприкоснулся со святостью. Утащите его куда-то в храм, где-то в контакт со святыми людьми. В таких случаях оращает душу, как бы, отрезвляет ее, дает ей возможность зачать жить заново. Это единственный выход. Если вы думаете, что я сейчас щелкну пальцем, и как бы он перестанет пить, то вы ошибаетесь. Я так не могу сделать. Если бы я мог, я бы сейчас уже защелкался. И просто уже, знаете, по-разному все подходы уже, ну как, какие могла, какие-то... Да, я вам говорю о подходе, который точно сработает. Сильное святое место. Его вот, ну как бы, он поймет, что есть смысл жизни. Бог является смыслом жизни человека. Если вы хотите, как бы, знать вообще судьбу этого человека подробнее, то я могу вам рассказать ее. Три жизни назад он занимался духовной практикой и был отреченным человеком. И он не смог выполнить свой обет отречения. И в конце жизни он, ну как бы, сорвался. И в результате, вот третью жизнь он не может очухаться. То есть он не может себе простить то, что он свернул, как бы, с этого пути. И он просто вот что-то убивает и убивает себя. Он уже пьет не первую жизнь. Поэтому, как бы, ситуация не такая простая. Но только именно опять, когда он вспомнит свою духовную жизнь через контакт со святостью, он тогда воскреснет и тогда начнет жить заново. И, скорее всего, опять начнет молитву и так далее. Только через посещение святого места или контакт с очень возвышенным человеком. Я когда был в Ташкенте, там есть такое место, там, ну, кладбище такое. И посреди кладбища стоит мечеть. И в этой мечети захоронение одного человека. Я когда туда приехал, я... Мне когда сказали, что есть такой человек, я почувствовал этого человека и понял, что я должен приехать туда. И когда я туда приехал и, ну, как бы, соприкоснулся с ним, я понял, что этот человек обладает огромной силой исцелять людей от психических болезней, от зависимости алкоголя. То есть он уже, ну, как бы, на земле его нет. Но даже его останки обладают такой силой. Вот примерно такого человека вам надо найти. Ну, то есть я там побыл, помолился и почувствовал вот эту силу его. То есть огромная сила от Бога, который идет, которая помогает людям избавиться от нежелания жить, от бессмысленности вот этого существования. Воскрешает, как бы, чувство потребности жить в человеке. Воскрешает, как бы, чувство потребности,